В эфире Петровка 38, я Алексей Качкин. Здравствуйте. В Москве суд на два месяца арестовал мужчину, который напал на прохожую и попытался ее изнасиловать. Преступление произошло поздно вечером недалеко от станции метро Ховрина. Злоумышленник подбежал к девушке сзади, схватил ее за шею и поволок в парк. Мужчина напал на ранее незнакомую девушку и угрожая убийством, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Столичными следователями Следственного комитета фигурант установлен и задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса. Злоумышленник не успел довести дело до конца, так как потерпевшая от него отбилась и он убежал. За попытку изнасилования и насильственные действия сексуального характера задержанный рискует надолго отправиться за решетку. 27-летний гость столицы средь бела дня напал на студента и ограбил его. Все произошло в центре Москвы. Злоумышленник попросил у молодого человека сигарету, а затем внезапно стал его избивать. Даже после того, как потерпевший упал, нападавший продолжил наносить удары. В какой-то момент юноше удалось вырваться и убежать. А агрессор поднял с асфальта его рюкзак, мобильный телефон и скрылся. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОВД по центральному округу столицы и Пресненскому району на Пресненской набережной задержали подозреваемого, ранее судимого 27-летнего жителя Магнитогорска. Похищенным он успел распорядиться по своему усмотрению. За грабеж задержанному грозит до 7 лет тюрьмы. 41-летний москвич вышел из тюрьмы и решил начать новую жизнь. Мужчина переехал в подмосковные Химки, арендовал там дом и устроился на работу. Он прошел онлайн-обучение, получил необходимые знания и инструкции и стал трудиться в поте лица. Новоиспеченный сотрудник хотел заработать как можно больше денег и подняться по карьерной лестнице. Но его планам не суждено было сбыться. Почему, расскажет Юлия Ковалева. В этой посуде то ли холодец, то ли варенье. Но обитатель этого дома варил не варенье, а зелье смертельное. Мужчина нашел в интернете работу так называемым варщиком наркотиков. Получил инструкции по их синтезированию от работодателя и даже прошел курс онлайн-обучения. Следующим шагом было организовать нарколабораторию. Специально для этого мужчина арендовал дом. И приступил к работе. Днями и ночами трудя говорил наркотики, а в редкие часы отдыхал вот на этой кровати. Но покой наркодельцу теперь будет только сниться. За ним пришли полицейские. Наркотические средства употребляете? Да. Как давно? Давно. Как давно здесь изготавливаете наркотики? На протяжении какого времени? Еще 10. Сколько изготовили и уже реализовали? Ну, это сколько? Потом мужчина пытался убедить оперативников, что зелье готовил, но исключительно для себя. Однако следствие посчитало иначе. Производство наркотиков было поставлено на поток специально для дальнейшей продажи. Согласно заключению эксперта, экспертно-криминалистического центра, в одном из контейнеров содержится наркотическое средство «Мефедрон» массой 400 граммов. Остальное изъятое будет исследовано в ходе предварительного расследования. 41-летний москвич уже был судим за кражу. Теперь у него новая статья за наркотики и, вполне возможно, очередная судимость. Стражи порядка разыскивают остальных участников преступной группы. Юлия Ковалева, Петровка, 38. О том, что еще попало в криминальные сводки, смотрите далее в коротком видеообзоре. С начала мая столичные наркополицейские изъяли почти 11,5 килограммов запрещенных веществ. Среди них более 7,5 килограммов марихуаны, свыше 2 килограммов мифедрона и эмметилофедрона, а также почти полкило героина. Полицейские задержали 239 человек, которые причастны к наркотрафику. 194 жителя Москвы доставлены в больницы с передозировкой. 36 из них скончались. Более 14 миллионов рублей обнаружили таможенники в ручной кладе у россиянина, который вылетал из минеральных вод в Стамбул. 36-летний пассажир прошел по зеленому коридору, а во время досмотра инспекторы обнаружили у него 28 пачек с крупными купюрами. Мужчина заверил, о необходимости декларирования денег он просто не знал. Возбуждено уголовное дело о контрабанде наличных в особо крупном размере. В Ленинградской области Лихач устроил погоню с инспекторами ГИБДД. Нарушитель проигнорировал требования об остановке и увеличил скорость. Полицейские произвели предупредительный выстрел вверх и несколько раз выстрелили по колесам автомобиля. Водителя 16-летнего парня задержали. На подростка составили несколько административных протоколов и передали его отцу, который заплатит штрафы, в том числе за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Приморье перед судом предстанет мужчина, который занимался так называемыми автоподставами. На счету злоумышленника как минимум 40 эпизодов. Доказано, что аферист намеренно совершал аварии, а после обращался в страховые компании для получения компенсации. За их счет он обогатился на 7,5 миллионов рублей. В Кемерове задержан мужчина, которого подозревают в убийстве 8-летней девочки. Преступление было совершено летом 2007 года. Тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили на территории одного из СНТ. Найти убийцу сразу не удалось. Но поиски не прекращались. Спустя 17 лет стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался 63-летний местный житель. По какому поводу здесь догадываетесь? Не знаю. Не знаете? Криминалисты изучили генетический след, который злоумышленник оставил на месте преступления. И благодаря этому вышли на предполагаемого убийцу. Сотрудниками нашей ДНК-лаборатории с 2012 года было проведено свыше 2,5 тысяч экспертиз и исследований. Проверено по федеральной базе более 3 тысяч лиц. При проверке очередного образца по федеральной базе было установлено совпадение с данным следом. С подозреваемым работают следователи. Если вину мужчины докажут, он рискует отправиться за решетку до конца своих дней. В Ростове-на-Дону стражи порядка спасли 72-летнюю женщину от потери сбережений. Мошенники целых пять дней водили пенсионерку за нос. Согласно легенде, они то и дело ее спасали. Сначала от перевода денег на Украину, а потом и от кредитной кабалы. В итоге Ростовчанка чуть не лишилась 5 миллионов рублей. Но в процесс вовремя вмешались сотрудники банка и полицейские. С доверчивой пенсионеркой пообщалась Алана Тедеева. Пенсионерке пришло сообщение якобы с телефонного номера ее старого знакомого. Мужчина предупредил, что чуть позже с ней свяжется не абы кто, а сотрудник ФСБ. И попросил ради ее же безопасности пообщаться с правоохранителем. Спустя несколько минут женщине и правда позвонили. Сотрудник сообщил из банковского счета пенсионерки, кто-то пытался перевести крупную сумму на нужды вооруженных сил Украины. Но он и его коллеги вовремя предотвратили этот процесс. Но радоваться рано, ведь на имя Ростовчанки уже одобрен кредит под залог ее сбережений. Чтобы спасти деньги от аферистов, их необходимо перевести на резервный счет. И дальше началась настоящая телефонная атака. С пенсионеркой общались сразу четыре разных лжеспециалиста. Я говорю, кто вы? Он мне говорит, я старший специалист департамента безопасности Центрального банка. А вот я говорю, кто мне подтвердит, что вы назначены координировать какие-то мои усилия. Мошенники и тут не растерялись в подтверждение. В одном из мессенджеров они прислали женщине солидные документы с гербами и печатями. Как и планировалось, это вызвало доверие. И следующим этапом было уже снятие наличных. Я пошла в банк. Естественно, сразу мне никто не выдал такую сумму. Надо сделать заявку. Я сделала заявку. Конечно, меня предупредили о мошенниках, о том, что схема. Но дело в том, что меня и те, кто со мной разговаривал, в том числе и кураторы, предупредили, что в банках могут у вас спрашивать. Деньги на так называемый безопасный счет пенсионерка должна была положить через банкомат. Когда она сказала, что не умеет им пользоваться, аферисты заботливо предоставили ей сопровождение. Тогда аферисты сменили тактику и послали к ней свою представительницу. Несколько дней она и телефонные мошенники убеждали ростовчанку снять со счета 5 миллионов рублей. Но когда женщина уже готова была выполнить их указания, ее волнение заметили сотрудники банка. Они рассказали клиентке об уловках преступников и предложили вызвать полицейских. Ростовские полицейские задержали даму-посредника. Оказалось, что женщина тоже жертва криминальной схемы. С ее слов, она по объявлению устроилась на дистанционную работу в банке на должность регионального оператора. И была уверена, что все документы подлинные, и что она по-настоящему помогает людям спасать транши от злоумышленников, которые те, по легенде, планировали переводить на Украину. Но до Украины они не дошли. И их перехватили наши службы безопасности. И сейчас нужно взять кредит, как бы опередить мошенников. То есть ты берешь кредит, и тот кредит, который идет на Украину, автоматически удаляется. Я им искренне верила. Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается. Полицейские устанавливают всех фигурантов данной схемы. Алана Тедеева, Константин Иванов, Петровка, 38. Около миллиарда рублей за три года обналичили для своих клиентов, нечистых на руку бизнесменов, теневые банкиры из Ярославля. Коммерсанты переводили солидные суммы на счета фирм-однодневок, которые принадлежали так называемым обнальщикам. Злоумышленники обналичивали деньги и возвращали их клиентам за вычетом небольшого процента. У фигурантов было несколько офисов на территории города. В наручниках двое подозреваемых. Во время обысков у них стражи порядка изъяли деньги, печати, документы, банковские карты и другие доказательства. Обоим фигурантам грозят миллионные штрафы и до семи лет тюрьмы. А на этом у меня все. Спасибо, что были с нами. До встречи.